итак добрый день дорогие мои продолжение следует прошлый раз мы с вами решали задачу моделирования вот такого вот платьица по вашим просьбам и сейчас я продолжаю работу над этим платьем я не успела в прошлый раз закончить продолжаю работу и хочу вам показать как мы будем моделировать вот такой вот куда мы спрячем вот эти нагрудную талиевые вытачки как мы поработаем с полочкой как мы поработаем со спинкой обратите внимание что в техническом задании у нас нет талиевой вытачки здесь да и у нас нет нагрудной вытачки из привычного нам места поэтому что нам нужно сделать вот она точка c вот она . c из точки c зато у нас есть здесь вот такой вот шовчик да мы отправляем перпендикуляр куда влево вот мы его и строим . c центр груди и отправляем перпендикуляр влево мы разрежем по этому перпендикуляру свою выкройку и сюда спрячется вот эта вытачка а что делать с талиевой вытачкой да конечно талиевую вытачку тоже надо сдвинуть влево зачем она нам здесь нужна нам не нужна дополнительная работа допустим у нее раз раствор скажем 2 сантиметра значит сантиметр влево сантиметр вправо а вот это перпендикуляр который я опускаю из точки c пусть мы напишем здесь что это . c у нас из точки c я опускаю перпендикуляр на линию талии и соответственно строю вытачку но уже не буду рисовать ее какой-то рельефной я ее нарисую прямыми вот такими линиями для того чтобы просто-напросто ее объединить и с нагрудной вытачкой тоже чтобы ее не стало значит я сейчас избавлюсь от этой вытачки и от этой эту талиевую вытачку я предварительно сдвинула под грудь для этого мне нужно всего лишь навсего сделать вот такой разрез делаем вот такой разрез и после этого аккуратно закрываем стороны предыдущих вытачек эту большую нагрудную вытачку делаем закрываем вот так и подчищаем верхнюю часть и нижнюю тоже отгибаем можно отогнуть на на себя вот таким образом положить на стол и замкнуть соединить вот эти вытачки вот у нас обе вытачки в конце концов закрылись открылись в один на всего лишь один вот этот вот разрезик посмотрите какая получилась картинка вот такая получилась картинка здесь сгиб ткани а так мы обведем все что есть у нас на ткани вот таким вот образом вот это мы поработали с вами с полочкой а посмотрите как мы поработали с рукавчиком я здесь его вам обвела еще несколько буквально слов вернемся немножечко к рукавчику я выполнила так называемую лучевую раздвижку то есть я разрезала произвольно свою выкройку рукава оставляя один миллиметр от противоположного края недорезанным и внизу раздвинула ее на равные треугольники таким образом ширина рукавчика внизу у нас увеличилась если я делаю это посередине оката рукава допустим центральной части чтобы поддержать эту тему я обязательно должна не забыть и добавить эти вот расширения по бокам тоже тогда у нас появится так называемый ритм то есть вот эти три фигурки внутри вот эти треугольнички они все примерно одинаковые результат мы укладываем на ткань и уже обводим на ткани плюс конечно же после этого дополнительно мы рисуем припуски на швы но они их я здесь рисовать вам не буду давайте вернемся к нашей полочке полочка теперь выглядит вот таким образом надо поработать немножко со спинкой посмотрите опять рассказываю то что всегда очень удобно делать во первых очень удобно когда сзади у нас есть шов а сзади у нас видите ей шов потому что я хотела там разместить молнию да потому что у меня прибавочка потали один сантиметр то надо вот часть этой вытачки допустим она у нас скажем 4 сантиметра до вытачка раствором 4 сантиметра перенести в центральный шов обязательно нужно перенести в центральный шов сколько я всегда переношу полтора то есть из четырех отнимаю вот эти полтора сантиметра и средний шов по спинке переоформляю вот таким образом эти полтора сантиметра я здесь уберу куда у меня смотрит вот эта точка смотрит на лопатки вот так вот она смотрит на выпуклость лопаточек а где живут лопатки а лопатки живут вот здесь затем эту вытачку я сдвину обязательно немножечко в бок потому что тогда она будет симпатичнее и раствор этой вытачки уменьшу на полтора сантиметра и она у меня будет два с половиной сантиметра пожалуйста я сейчас нарисую вот таким образом эту вытачку и покажу вам что получится здесь остался раствор два с половиной сантиметра и моя выкройка будет выглядеть вот так 1 и 2 обязательно двигайте после этого вытачку к боковому шву тогда спинка будет изящнее посмотрите как у меня нарисована она вот здесь не близко к этому тогда это будет не очень красиво а вот это оно будет сужать вас делать вашу фигурку лучше после того как мы закончили работу с талиевыми вытачками с их переносом надо поработать с вырезом горловинки посмотрите какой у меня вырез горловинки во первых я вижу что это лодочка лодочка всегда безопасное ее расстояние это половинка плеча значит если плечо у вас 13 сантиметров делим пополам 6 половинкой но я чуть-чуть еще уменьшу возьму допустим 5 вот здесь у меня 5 сантиметров да и потому что вот в этой части у меня будут жить всегда бретельки отливчика и поэтому я сделаю такую картинку и возьмем лекала и нарисуем вырез лодочку каким образом допустим вот таким образом я нарисую свой вырез лодочку очень неудобно работать этими мелкими деталями и еще посмотрите у меня есть вот такой вот уголочек поэтому я подойду к зеркалу измерю расстояние от еремной впадинки до этого уголочка еремная впадинка это вот буква в обычно у нас здесь до этого уголочка и примерно это расстояние я отложу вниз чуть чуть поменьше может быть нарисую вот так но то что нарисовала соответственно надо убрать поэтому вот так вырезаем мы полочку это горловинка и часть центрального шва так посмотрите что у нас получилось вот этому удалим так вот так вот вот так ну вот так вот наверное вот это вот мы с вами удалим это нам больше не нужно теперь я хочу точно такой же вырез сделать на спинке поэтому смотрите когда вы подружили вот эти точки вы должны делать уже вот такое действие так и допустим вот это и вот это у вас совпадает потом вот так повернитесь вот это с этим у вас совпадают повернитесь еще сюда и может быть пол сантиметра буквально или сантиметр добавьте на спинку для того чтобы выполнить по спинке нашу любимую посадку вот эту посадочку скажем один сантиметр я добавила по спинке на посадку то есть плечевой шов по спинке у меня длиннее чем плечевой шов на полочке на один сантиметр и получилось что я должна оформить лодочку вот так но она у меня проходит через открытую вытачку поэтому я сразу этого делать не буду нарисую скажем так а потом смотрите какой у меня тут маленький уголочек я тоже его здесь изображу скажем вот так а может быть я захочу нарисовать вот сюда и вот так вот сюда пожалуй я вот это сделаю вот эту линию так и вот так то есть подумав я решила что я хочу иметь вот такой вот вырез смотрите вырезаем так но я вижу что вот эта вытачка она у меня какая-то не очень красивая получается если мы наметили какой-то вырез я хочу чтобы был перпендикуляр перпендикуляр я ее немножечко наклонить хочу поэтому смотрите как я зачастую работаю беру и закладываю вот эту вытачку таким треугольничком здесь вот плоховато видно что маленькая у нас ткань ну вот мне удалось это заложить посмотрите пожалуйста я вот так вам покажу да видите как и при закрытой вот такой вытачки я уточню линию горловинки то есть я сделаю ее более плавной я уже не буду вот этот выгрыз там рисовать и нарисую также немножко другое положение для своей вытачки я сделаю его вот таким вот таким я его сделаю я так люблю и посмотрите что у нас в результате получится и закрытой вот этой вытачки я буду отрезать горловинку чтобы все стороны совпадали вот так вот так и вот так вот я сколько отрезала потом это сюда добавим посмотрите пожалуйста и после этого я только разрежу нарисованную свою линию новенькую старая вытачка при этом у меня конечно же закрыта вот она остается закрытой я сейчас ее быстренько заклею для того чтобы она мне нет не открывалась она мне не мешала так я заклеила малярным скотчем посмотрите что получилось у меня в результате вот такая у меня получилась картинка вот это мне уже все нравится убираем вот эти ненужные теперь уже на вещи мы все убрали и вот таким образом я буду это все обводить на ткани как я буду обводить ну наверное 11 минут 49 секунд наверное уже не нужно тратить ваше время на это потому что мне кажется все моделирование я вам показала достаточно подробно и понятно сейчас я буду просто вот это все обводить допустим обведу черным фломастером на следующем мастер-классе покажу мне просто ваше время жалко да главное что в процессе моделирования вы выполняли сопряжение всех линий которые должны совпадать вы проверяли длину всех участков которые вам нужны были поэтому ваша ваш крой будет качественным и надежным еще раз не устаю повторять лучше лишний раз себя проверьте чем вы будете допускать какую-то ошибку закончили работу возьмите сантиметровую ленточку проверьте основные участки все ли у вас совпадает все ли у вас хорошо обязательно проверьте сопряжение линий и тогда ваша работа будет безошибочной качественной очень успешной ну и как результат очень быстрый вот и все на сегодня мои хорошие мы закончили эту тему по-прежнему жду ваших вопросов ваших пожеланий ваши предложения в ответ на мою просьбу вы уже пишите мне очень много пожеланий я собираю их копилочку некоторые из них достаточно короткие и очень просто выполнимые поэтому скорее всего что я выделю какое-то время какой-то посвящу сделаю один мастер-класс который будет включать себя несколько ответов на разные вопросы по тематике потому что они не требуют какого-то какой-то большой подготовки и съемки отдельного какого-то длительного большого видео поэтому следите пожалуйста за анонсом всегда рада слышать вас получать от вас письма очень приятные письма со словами благодарности надо сказать я тоже вас всех очень люблю желаю вам всяческих благ всегда ваша галина коломейка ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал до новых встреч